Смотрите, что там! Я вообще в шоке! Всем, ребят, привет! Сегодня у меня видео не связано... Ну как, связано вообще-то? В общем, начинаю видео около своего гаража. Приехал я в гараж и нашел одну интересную коробку. Коробку я уже открыл, и глаза у меня были по полтиннику. Просто в руки взял и вот такие вот шары. Как вы знаете, моя супруга работала непосредственно связанно с медью. То есть со всей России к нам свозили медь. И их начальник собирал кое-какую коллекцию. Жена рассказывала мне очень интересных много историй, связанных с медью. Потому что медь привозилась, повторюсь, еще раз со всей России. И в брикетах, в кубиках, в квадратиках. И были находки там интересные. Медные монеты, различные медали, различные посуды, сосуды. В общем, все было в кубиках. Вы скажете, к чему я это все? Вроде канал кладоискательский, копательский. Но интересно то, что эти вещи мы иногда откапываем, иногда находим. Те же самые монеты, которые сдавали на металлоприемку, как цветной металл. Как посуда, то же самое. И в общем, я сейчас вам покажу, какую я коробку нашел. Именно коробка с коллекцией. Ну, жена говорит, частично то, что осталось. То, что начальник не забрал. Начальник уехал в другой город. И коробочку свезли нам в гараж. Я был, конечно, удивлен. Сейчас посмотрим, что там внутри. Вот, ребята, коробка. Такая внушительная. И смотрите там что. Смотрите, что там. Я вообще в шоке. Посуда из коллекции. Директора по металлоприемке. Смотрите, старинная кофеварка, да? Что-то Ереван. Я что-то... Надпись классная. И сразу видно, что она, ребята, старинная. Клепанная. Так, и это все, ребята, смотрите. Что здесь у нас интересного еще? Так, это у нас что-то из разряда непонятного. Такие вот имеются тарелочки. Тоже латунь. Ой, медь. Что-то белый металл, пойми. Так, давайте я буду складывать тарелки на пол. Так, ну вот это вот, не знаю, какая, период какой-то, период какой. А, это на стенку вешалось, видите, да? Видите, даже зачищали на металлоприемке. Хотели определять, латунь это, медь или что. Это медь. Что-то символика такая, как бы, как на казанских флагах. Вот. А, они тут любовью занимаются, оказывается. Или дерутся, не знаю. Ну ладно, у кого фантазия испорчена, может подумать по-всякому. Так, здесь вот что? А здесь? Грива как у лошади. А похоже, что это корова. Владимир, имеется надпись, ребята, вот Владимир. Дальше. Дмитриевский собор. О, Дмитриевский собор. Это тоже на стенку вешалось. И, как всегда, да, видите, болгарочкой зачищает. Ну, это на всех приемках так делают. Дальше что у нас, давайте. Так, вот это вот точно древнее. Ох, вообще древнятина. Там что-то внутри. Какие-то бумажки. Ну, вот такой вот сосуд. Прикольно, да? Вообще классная вещь. На металлоприемку жалко такие вещи даже задавать. Прикольненько, прикольненько. Так, поехали дальше. Что у нас дальше тут имеется? О, целый настоящий, ребята, Грааль. Казанский. Казанский, как он называется? Сосуд. Офигеть. Что-то белый металл. А что это такое вообще? Посеребренный, что ли? Так-то самое, смотрите, медная вещица. А она в белом металле. Вот даже болгарочка тоже защищали. Так. Видите, да? Такой вот красивый. Но сразу тоже видно, что вещь древняя. Насколько древняя, я надеюсь, по каждой вещице, которую я вам показываю, вы сразу в комментарии пишите. Так, пишите, какой эпохи, какой век, чё, как. По каждому, ребята, сосуду надо будет отписаться вам. Так, а это что такое? О, это же, как оно, горелка, примус. Вот такие часто мы на копе находим. Вот такие фиговины. Кстати, Веселый на прошлом копе на закрытии спросил, Сань, чё это, блин? Я говорю, этот от примус, от горелки. Так, имеется надпись. Артель. Про мед. Москва. Вот. Вы знаете вот эту фиговину, ребята? Находите? Частенько на копе. Она медная. Часто встречаются. Так, интересная горелочка. Интересная, тоже медная. Так, что у нас дальше там есть? Ещё одна картинка. Ещё одна картина. Золотое кольцо. Золотое кольцо, ребята. Ну, это, походу, как бы сувенирные, да? Такие фиговины. Выдавались, когда отправляют в туристические рейсы. Вот золотое кольцо. Прикольная вещь. Прикольно. Жалко, конечно. Она вроде не весит. Самая лёгкая вещица. Но всё равно, очень красиво. Это, конечно же, штамповка. Это не ручная работа. Это штамповка. Советская эпоха, ранее. Так, поехали дальше. Что у нас тут? Голова. Бух. Ой, чуть не испугался. Смотрите, глаза на выкате. Та-дам. Пупс какой-то. Интересно, зачем голову-то отрезали? От чего это голова? Откуда? Ну, видно, да? Срезали, что ли, откуда-то. На балдашник. Ну, это тоже. Ну, весит нормально. Такая-то, знаете, тяжёлая. О-о-о-о, смотрите. Михалыч, помнишь, я тебе говорил? Вот эта вот вещь интересная. Я вам Михалыча спрашивал раньше, а как ложки-то делали? Вот как делали, да? Просто заготовка ложилась, выбивалась и выпиливалась. Я думал, их отливали. А это нет. Вот такая вещица. Так, цепь какая-то имеется. Цепь, ох. Медь, ребята, медь. От чего медь? Это, наверное, рэперы на шею надевали. Вот такую цепь. Медаль. Помните? Я вам говорил в начале видео, медали всякие бывают. Монеты. И вот одна из медалек. В день 50-летия. Это у кого-то юбилей был, ребята. Вере Ивановне. Эх, блин, кто сдал? Наверное, какой-нибудь пацан у своей мамки или у бабки стащил. Вере Ивановне. Было 50 лет. А сынуля или внучуля сдал нам металлолом. Ну, такая тяжелая медалька. Прям тяжелая. Так, что здесь? Какая-то... Чет-ка какие-то ангелочки. Что-то смотрите. Что-то... Вещи интересные тоже. Наверное, от ложки. Хотя не знаю. Так, ну, это... Не знаю. Что это такое? Просто какой-то, блин. Типа кружки. Черепашка! Черепашка! Смотрите, черепашка! Ну, это из той же серии, как и голова только что показывал. Тоже откуда-то ее срезали и тоже медь. Черепашечка. Чуть морд какая-то вся в бородавках. Терепаха! Ну, тяжелые вещи вообще. Чего, от чего, не знаю. Может, где-то со столбов срезали. А вон собачка. Вот собачка тоже из этой эпохи. Из этой же серии срезали. Собака тоже тяжелая. Ай-яй-яй, если их почистить, отполировать, так будут красиво играть они. Так, и при чем? Посмотрите, сколько их. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Полно. Давайте сначала посмотрим. Это что такое? А, это утенок. Это утенок. Да, если отполировать, почистить, блин, можно красивые столбушки сделать где-нибудь на дачном участке. Красотуля, красотуля. Дальше, что у нас тут еще? Это что за чудовище? А, это улитка. Улиточка. Все тяжелое, наверное, килограмма по полтора, может, по два. Так, это еще один утенок. Да. Два утенка, что ли? Да, два одинаковых утенка. Так, что? О, бегемот. Бегемотище. Это, наверное, самая тяжелая штука. Блин, такая тяжеленная, офигенная. Бегемотик. Жрет, наверное, больше всех. Вот и тяжелый. Это что такое? А это роза. Роза, единственная роза среди новоза. Вот такая розочка. Так, там еще и есть. И вон они, видите, вкусняшки. С краешку лежат. Так, ну, это... Это мы знаем, что это у нас кофеварка. Кофе варили. Тоже медь. Прикольно. Так, вот это что? Это у нас... Блин, жалко помята. Ну, красивая. Красиво оформленная. Не знаю, это... Здесь что так должно быть? Или продолжение? Да, по-моему, должно быть так. Ну, вот такая фиговина еще одна. Блин, люблю. В старых вещах швыряться. Так, что тут еще? Вот, и напоследок. Вот такая вещь. Тоже, тоже медь. Все, что я вам сейчас показал, это, ребята, медь. Вот такой вот я чудо в своем гараже откопал. Представляете, ребята? Свой гараж. И не знаешь, что находится в гараже, когда приходишь. В данном случае пришел. А тут такая красотища. Такие вещи интересные, которые многие среди вас не видали. А может быть, кто-то и откапывал. Вот, так что... Такие вещи у меня есть в наличии. Правда, не знаю, что с ним совсем этим добром делать. Жена говорит, у начальника вообще была большая коллекция. Может быть, он побрезгивал это все брать. Забрал только ценные. Там монеты, всякое-всякое-всякое. А это, может быть, просто... Может быть, в машину эта коробка не влезла. Вот, как, зачем начальнику Тримусу такой вот? Зачем вот такой вот куши и банальные вот эти вот тарелки. Он просто не захотел взять. И у меня попалась в гараже. Класс! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok